МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2. Распочинная программа, репортер телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. Столица регионального кермашу фестивалю Дажинки-2015 станет Ельск. Отповедное распоряджение подписал старшиня Абл-Выкан-Кама Владимир Дворник. Свято-працовников везки, на яким будут подведены выники сельско-господарчего года, заплановано на 13 листопада. На Гомельщине это мероприемство традиционно промерковывается до профессийного свято-аграрию – Дня работника у сельской господарки и перепрацовчей промысловости агропромыслового комплексу. Такие поздние термины проведения областных дажинок обумовлены мясовой спецификой рослиноводства. Прыклад на 40% сельгасугодзеў тут адведзе напад кукурузу. Уборка гэтае культуры на зерне завершаецца толькі ў листопадзе. Пры гэта мураджай кукурузы оказывая значны ўплыв на выники областного спаборніства, сирот механизаторов, господарак і районов. Па словах керавництва Ельска-Хараевы-Кан-Кама, ў целым город ўжеў готовы да сустрэчы хастей. Пачынаючызвязны, тут актыўна проводзеліся работы па добраўпараткаванні. Зараз набліжаецца да завершэння рамонту стану ў гандлю і грамадзкаха харчавання. Прыведзіны ў парадак і сельскі населіны пункты района. На Гомешчыня працягваюцца мерапрыўцвы з нагоды Дня Маці. Адным самых масштабных з'являецца, што гадовая грамадзкая акцыя «Дарагое слово мама». Йе організаторамі выступіле адразу два грамадзкі аб'яднанні – абласноўе адзілення Беларускага фонду Міру і БРСМ. На працягу тыдня ў делу акцыі прымуць каля трохсот заслужаных маці, ветеранов працы, жанчын кераўніков, шмадзетных і молодых маці з усіх районав в області. Праграма прадугледжвае праведзенне шэрагу святочных концэртаў і прыёмаў з уручэнням падарункав ад організаторав. На урочыстым адкрыті акцыі ў Кармянскім районе пабывала наш корреспондент Вероніка Ворошыліна. На свято ў Кармянскі районны Центр культуры і Вольнага Часу былі запрошаны каля пятидесяці маці з пяти районав в області – Будыкошалёвскага, Жлобінскага, Рогачовскага, Чачэрскага і Кармянскага. Адразу з порога кожны ў гостю чакал приемны подарунок – саматканая лялічка счастья, якая, калі верыць, здольна выконаць на вад самая патаємная матча на жаданне. Здиуляць гостей таліновітые жанчыны Кармянщаны протягнули свою творчастью. Увадзе присутных – выставах затычных кветок архідей, саморобные узоры народных рамёство. І на вад креативные фэшн-проекты – колекція сукенок злёну і папіры, створеная сумесно матулями і детьми. Мамы впомагають, всячески поддерживают і детьк, і сами занимаються, які-то свои выставки преподносят. Стараемся, стараемся всех творческих людей к нам. Для большинства этих жанчын – их творчость захоплений, якому они присвячаются вольной от працы и домашних клопотов час. Глядячи на такую прыгажусть, мужчины не скупились на добрые слова и пожаданні. Всех-всех благ, всего самого наилучшего земного нашим матерям. Благополучия, здоровья, понимание в семье, так, чтобы дети никогда без внимания не оставляли, чтобы не знали никаких бед, горя, мирного неба над землёй. Сюльта – громадская акция «Дорогое слово мама», присвяченная «Дню мати» и юбилейная «Пятая палику». Яна собрала у актовой зале жанчын розных узростов и профессий, яких объедновывая одзинае гоноровое звание «Мати». По часу рачистости организаторы ушановывали переможців у шматликих номинациях. Коли на сцену поднялась заслуженная мать и ветеран працы Ганна Анищенко, якая выховала 11 детей, 28 унуков и трёх правнуков, зала аплодировала стояче. Желаю молодым только счастья, здоровья, удачи. Не бойтесь детей, глядите, сейчас платят. Раньше нам не платили. Мы два месяца после роду побили с дитёнком и пошли на работу. Работала, трудилась. И теперь желаю всем удачи, только чтобы были все примерные, такие, как мои дети. У номинации «Жанчина Керауник» представницы прыгожепалого человечества, яких одрознивая особливая почутчу отказности, самогверности у працы, энергичность и умение поспевать усё и усюды. Главное, чтобы для этого было большое желание. Тогда любая женщина успеет сделать всё. Даже то успеет сделать и сможет, что не сможет сделать ни один мужчина. Подчас ушанования организаторы так само отзначили заслуги «Жанчин-матей», которые занимаются громадской и миротворчей деятельностью. Сегодня мир немножко нестабилен. Так вот, чтобы вместе мы и наша общественная организация, и наши женщины-общественницы, миротворки, силу их возможностей и проводили соответствующую работу. А если будет мир, будет жизнь. Не обмянули уваги и молодых шмадетных матей, бо повышение у громадства этого статуса, пропаганда семейных качественностей и поддержка молодых семей сирот преоритивных задач нашей страны. У нас в семье трое детей, все трое школьников. Живут с детьми, с семьей, мы вместе с мужем живем своей семьей, своими детьми и проживаем их жизнь. Акция «Дорогое слово мама» – это еще одна махчимость подяковать и подарить радость женщинам, которые выполняли в жизни свое головное призначение и являются узором любови, надеи и пребачения. На протяжении титни подобные урожистые концерты отбудутся у Речицы, Мазири и Гомили. На их будут запрошены коля 200 мать из разных районов в области. В целом, за пять годов проведения акции «Дорогое слово мама» душевные песни, верши и пожадания, як знак поваги и подяки за бесценный батьковский клопот почули больше, как тысяч жанчин. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Кармянского района. До дня мать в регионе промеркована и областная акция «Здоровья». Пытания, что тычатся материнство и детинство, обмерковались за круглым столом. Специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья запросили до диалога медиков, психологов и представников Гомельской епархии. Про цех темы в материале Катярыны Сапельниковой. В минулом году в Беларуси заявилось на свет амаль 120 тысяч детей. Это самый высокий показчик за последние 20 годов. А народжальность в Гомельской области – наивысшая по краине. Летость в нашем регионе народилася 12 800 детей. Для сравнения селета такая личба была досягнута уже в вересне. Однако при этом в Беларуси означается тенденция до позднего дета роджения. Сегодня многие женщины заводят детей после 25 годов. Все частей мамами становятся после 40. Женщины желают быть социально активными, не делают карьеру и, соответственно, додвигают рождение ребенка на более поздние сроки. И, к сожалению, это тоже несет определенные проблемы. Меж тем, что год у Гомельской области повеличивается колька шмадетных семьев. Сегодня их коля 13 тысяч, больше, как половина роджения в области, связано со заявлением другого, третьего и наступных детей у семьи. Мама – это есть мама. Она должна носить гордо звание, это считаться матерью. Потому что первый наш вздох, первый крик, первая улыбка – все начинается с мамы. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине з'явился еще один областный фестиваль-конкурс. Его удельниками стали установы эдукации, которые проводят активную, выховавшую патриотичную работу. Причем на прикладе мясовых особенностей. Олег Сенцеров назирал за финальными споборництвами. Этот областный фестиваль-конкурс – первый по лику. По словам организатора, я говорю, мы это оценить реальную работу, которая проводится в школах по грамадянско-патриотическому выхованию с выкористанием мясового, краизнавчего материала. Причем это должна быть не просто работа одного наставника с одним классом, а целостная система, распространенная во всей научной установе. Наставники погаджаются. Сегодня выкладывать материал на уроках становится все больше тяжко. За развитие интернета практически любую тему можно выучить самостоятельно. Инжае справа, что доведаться нечто текавое таким членам об своей малой родиме, особливо, когда это везко, тень невеликий город, ведьме складанам. Разум с тем, практика свечить. Казать об эффективной выховавчо-патриотичной работе без выкористания мясового материала не приходится. Именно краеведческая работа, работа понятная, близкая, доступная детям, потому что это населенный пункт родной, это объекты родные, с которыми не встречаются каждый день, это люди, которые их родственники, которые когда-то героически себя проявили, когда сделали для своей малой родины и для большой родины очень много. Темы, якими можно засекавить школьников, самые разные. Тут и особливости природы, и выучение местовых географичных назвов, плюс доследование истории вёсок и тех же традиций белорусской хаты, и ащединный керунок, выхование молоди на прикладах с життя конкретного человека, яке адлюстровое целую эпоху. Ярким примером является Иван Семёнович Горунов, человек, директор вечерней школы номер 7, ветеран Великой Отечественной войны, педагог. Он возглавлял вечернюю школу, в здании которой сегодня расположен современный Гомельский городской лицей. Человек, который сделал всё для того, чтобы наше образование было таким, каким оно есть. Он сформировал любовь к родине у тех ребят, с которыми он общался, которых он учил. Областный конкурс по гражданскому патриотическому выхованию школьников провели у два этапа. С початку заводчины, за анализом досланных работ, потом финальная частка. Команды рассказывают об конкретных реализуемых проектах и кажутся по достигнутым эффектам. Директор Рогачевского районного центра туризма и краизнавства детей и молодей Геннадий Титович, Агучевая Лежбы. В экспедициях по месту боев приняли удел больше 500 наученцев, которые занимались реставрацией помников и доброупорядкованием месту войсковой славы. Плюс сбирали материалы для музея. Когда есть мета и про 70 годов после войны, можно найти нечто декабое. Постоянно совершенствуем методику нашей работы, подключаем материалы сайтов, мемориал, подвиг народа, находим документы о войнах, которые были уроженцами нашего района, воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны, посещаем все деревни, обращаемся к родственникам, бывшим ветеранам Великой Отечественной войны и пополняем архивные фонды Центра туризма и краеведения и музея лес-солдата. Олег Сенчаров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель». У коллектива «Юный Динамовец» пополнение. Членские билеты отримали наученцы гомельских спортивных дитячо-юнацких школ Олимпийского резерву. Зараз у Гомельской области дзенечают две спортивные школы, которые относятся до товариства «Динамо». А прича подрихтовки юнакода службы у правоохонных органах, их задача – выхование спортсменов, которые смогут выступать на споборностях сусветного оздоровления. История гомельской организации «Юный Динамовец» отличается с 1934 года, когда она была створена в метах физического выхования молодых людей. После распада Советского Союза коллектив «Юный Динамовец» практически спынил свое иснование и был отроджен только в 2010 году. Конечно, чтобы те юные «Динамовцы», которые сегодня получили членские билеты, которые получили этот знаменитый ромбик с буквой «Д», на самом деле остались в спорте. На самом деле, чтобы мы их имена и фамилии услышали еще много и много раз, когда они будут подниматься на пьедестал почета, когда в ихнюю часть будет звучать гимн Республики Беларусь и подниматься флаг. И это была пошная информация о выпуске. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам только добрых новинов и до новых встреч в эфире.